Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программу о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева. Смотрите сегодня в выпуске. Робо-масленица. Школьник научил робота готовить блины. Молекулярный принтер для напитков превращает воду в вино. Садоводство в пустыне. В Саудовской Аравии научились добывать воду из воздуха. Школьник из Владимира устроил высокотехнологичную масленицу. Кирилл Астафьев, ученик местного технопарка для детей Кванториум, предложил идею автоматизированной точки общественного питания. Для этого он запрограммировал робота Юми на приготовление любимого всеми блюда. На один блинчик робот тратит около трех минут. Манипулятор Юми, которого обучили жарить блины, родом из Америки. Таких выпускает компания ABB Robotics. Эти роботы отлично справляются с самыми разными задачами от производства до искусства. Молекулярный принтер для напитков превращает воду в вино. Новое устройство показало издание CNET. Это проект компании Кена. Каждый напиток, который мы пьем, в основном состоит из воды, не менее чем на 90%, плюс немного сахара или спирта или вкусовых соединений. Жонглируя этими ингредиентами, можно создавать тысячи разных напитков. Наша концепция, которую мы предложили еще три года назад, состояла в том, чтобы выявить и взять тот самый один процент состава напитка, который его определяет, превращая из обычной воды в кофе, сок, газировку, пиво, вино, ликер, что угодно. Нужно было лишь выделить этот один процент, чтобы люди могли дома готовить все эти напитки из обычной воды. Группа исследователей три года изучала популярные напитки на молекулярном уровне. Ученые нашли соединения, лежащие в основе вкуса и аромата. Их использовали для создания ингредиентов, из которых можно приготовить большое разнообразие напитков. Эти ингредиенты используются в принтере напитков, как картриджи. Основные из них – это сахар и спирт, плюс небольшой баллон с СО2. Этого достаточно, чтобы создать различные напитки. Как сообщается на сайте компании, машина знает тысячи рецептов – кофе, чай, газировка, вино и даже спортивное питание и энергетики. Как передает хайтек Mail.ru, в системе используется новая микрожидкостная технология. Разработчики принтера для напитков уверены, что их изобретение не только сделает нашу повседневную жизнь комфортнее, но и позволит сократить бытовые отходы. Ведь нам больше не придется покупать различные напитки по отдельности, упакованные в отдельные емкости. Кроме того, по подсчетам разработчиков, такое потребление будет более экономично. Себестоимость напечатанных напитков ниже, чем их аналогов на полках магазинов. В Саудовской Аравии показали систему, которая позволяет выращивать урожай в пустыне. Воду для орошения получают из воздуха. Как передает издание хайтек, система состоит из солнечной фотоэлектрической панели. Она расположена поверх слоя гидрогеля, который установлен над большим металлическим контейнером для сбора воды. Гидрогель может эффективно поглощать водяной пар из окружающего воздуха. Исследователи использовали тепло от солнечных панелей, чтобы выработать электроэнергию и удалить воду из гидрогеля. Металлический ящик внизу собирает пар и конденсирует газ в воду. Гидрогель повышает эффективность солнечных фотоэлектрических панелей на 9% за счет поглощения тепла и снижения температуры панелей. Систему уже протестировали в Саудовской Аравии во время очень жаркой погоды. В ходе эксперимента солнечная панель размером со стандартную школьную парту выработала 1500 ватт-часов электроэнергии. За две недели работы системы она сконденсировала около 2 литров воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин